День Республики В честь праздника в Листе прошло собрание. На капремонт семистоличных школ выделено 717 миллионов рублей. Сейчас в учреждениях ведутся демонтажные работы. Волонтеры помогут в организации проведения туристического сезона в Калмыкии. 8 февраля отмечается День Российской Науки. В честь праздника в Листе прошло собрание. Участниками мероприятия стали представители регионального министерства образования и науки, а также научных организаций, которые на сегодняшний день работают по целому ряду направлений в области высшего, среднего образования, истории и культуры края, монголоведения и востоковедения, экологии, рационального природопользования, животноводства и орошаемого земледелия. В рамках заседания министр образования и науки Калмыкии Булган Ангирова поздравила и вручила научным сотрудникам региональные и федеральные награды. Продолжается работа по соглашению между Российским научным фондом и правительством Республики Калмыкия на поддержку в 2023 году научных исследований в рамках приоритетных отраслей социально-экономического развития субъектов и общим объемом финансирования 10 миллионов рублей. Российский научный фонд выполняет важнейшую задачу по сохранению и приумножению научного потенциала, в том числе и Калмыкии. Одной из форм такой поддержки является сотрудничество с регионами по финансированию научных исследований в рамках приоритетных отраслей социально-экономического развития субъектов. Большой вклад в науку вносит и ряд образовательных учреждений и научных центров. Высоко отметили на заседании достижения Калм-ГУ имени Гордовикова. ВУЗ ежегодно участвует в различных программах, кроме этого создает на базе образовательного учреждения научные лаборатории. Вовлечение в науку молодежи, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач и повышение доступности информации о достижении российской науки. Ключевой результат 2022 года – это вхождение университета в самую масштабную программу трансформации высшей школы, программу «Приоритет-2030». В Калмыкии сотрудниками полиции выявлен факт хищения денежных средств начальникам отделения почтовой связи. В настоящее время следователями полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Целинному району во взаимодействии с коллегами из республиканского УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения денежных средств начальником отделения почтовой связи. Установлено, что в период с февраля по август 2022 года подозреваемая, являясь начальником отделения почтовой связи Целинной управления ФПС Республики Калмыкия, похитила из кассы веренные денежные средства в размере 170 549 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. По данному факту, следователям отдела МВД России по Целинному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ. В этом году будет отремонтировано 7 образовательных учреждений столицы. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Сейчас во всех учреждениях полным ходом идут демонтажные работы. Всего же на работы по городским школам выделено 717 миллионов рублей. О том, в какие сроки планируют завершить капремонт и на какие недочеты следует обратить внимание, учитывая опыт прошлых лет, расскажет моя коллега Светлана Аджиева. Элесинская школа номер 10 1964 года постройки давно нуждалась в капитальном ремонте. Много учреждений, доставшихся нам по наследству, с советских времен. За это время они пришли в негодность, говорит директор школы. От начала и до завершения капитального ремонта, объект будет под пристальным вниманием специальной комиссии, куда входят представители управления образования, родители и педагогический состав. Вот мы с вами находимся в актовом зале, столовой, да. Знаете, есть эскиз данной столовой, и здесь будет красиво, в соответствии с тем требованиям, с антенцией гигиенической нормы. В результате капитального ремонта у нас также появится свой хореографический зал, то, чего у нас не было, да. Мы планируем также гардероб сделать для себя, для обучающихся. То есть очень много планов, ожидаем очень многого, да. Но на сегодняшний день могу сказать следующее. Действительно, за этот период работы, который работает наши подрядчики, они сделали очень большую работу. В этом году в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования капитальный ремонт проведут в 4-й, 22-й, 21-й школах, а также в Элистинской многопрофильной гимназии и Элистинском техническом лицее. Используя опыт прошлых лет, большое внимание будет уделено укреплению фундамента, прокладке электропроводки и отоплению. Сантехника, канализация, укрепление фундамента при необходимости. То есть вот такие самые необходимые капитальные работы, которые мы понимаем, что в течение длительного времени они не будут сделаны. Поэтому для нас, конечно, капитальный ремонт – это такой уникальный шанс для того, чтобы привести наши школы в современное состояние, и чтобы мы могли забыть о материальной стороне образовательного процесса на десятилетия. Школа – второй дом для детей. Большую часть времени они проводят в образовательном учреждении. А значит, и условия для детей должны быть созданы самые лучшие, отмечает представитель подрядной организации. Кроме того, он заверил, что все работы проходят в соответствии с графиком. – Изношено здесь 100%. Вот полы, деревянные полы, это все на первом этаже вообще все, даже гнилые, можно сказать. На втором, третьем этаже это тоже не годные. Стены вот разбираем, то перегородки падают, убираем. – Электрикой уже, ну, сколько лет, все уже пришло не в годность. – Неделю мы работаем здесь, да, ну, за эту неделю произвели очень большой объем работы. – Полностью полы демонтировали, ну, все, полностью демонтажку произвели. – Стен, потолков, инженерных сетей, полы, сразу инженерные сети, электричество, канализация. Капитальный ремонт школы планируют завершить к середине августа, чтобы в новом году более 800 учащихся продолжили учебу в обновленной школе. Светлана Аджиева, Борис Инжураев, информационная программа «День Республики». В Калмыкии за последние сутки подтверждено 14 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением выписаны 4 пациента, 15 жителей республики проходят лечение в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи. С начала пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода. 1 марта в СИЛу вступает требование о предоставлении информационной системы маркировки сведений о выводе из оборота упакованной воды путем розничной продажи. Все участники товарной цепочки обязаны передавать в систему маркировки информацию о розничной террелизации воды. Все, кто продает упакованную питьевую воду на кассе, должны сканировать коды и сообщать сведения о выводе товара из оборота системе мониторинга. Эти требования касаются не только оптовых и розничных магазинов, но и ресторанов, кафе, частных и государственных столовых и других мест общественного питания, где продают бутилированную воду. До начала вступления данных правил остается всего меньше месяца, и поэтому хотелось бы обратиться к нашим предпринимателям, кто занимается в этой сфере, что необходимо проверить им наличие цифровой подписи усиленной, которую можно получить в управлении Федеральной налоговой службы по республике Калмыкия, также обновить свое программное обеспечение и удостовериться, что вы подключены к системе мониторинга «Честный знак». В пресс-центре РИА Калмыкия прошел брифинг, посвященный общественному движению волонтеры туризма и гостеприимства. С каждым годом все больше людей приезжает познакомиться с нашей самобытной культурой, попробовать национальную кухню и посмотреть на местные достопримечательности. Волонтеры будут оказывать информационную помощь гостям в течение сезона, проводить анкетирование, а также участвовать в мероприятиях. Волонтеры в сфере туризма и гостеприимства – это те люди, которые непосредственно участвуют в развитии туристического потенциала региона. Они помогают увеличивать привлекательность территории, помогают гостям с какой-то путевой информацией, помогают в организации крупных фестивалей и других событий на территории региона. Потому что это люди, которые знают о туризме в первую очередь, они понимают, как устроена эта отрасль, они знают о всех достопримечательностях, которые находятся на территории, и, конечно же, они готовы всегда помогать. Один день с участковым провела съемочная группа нашего телеканала. Работа с населением – значительная часть рабочего дня полицейского. К ним обращаются с разными проблемами. Кому-то мешают шумные соседи, кто-то заявляет о краже, где-то произошел конфликт. По каждому случаю необходимо провести проверку, пообщаться с жителями, найти подход каждому человеку, прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается. Подробности расскажем в нашем следующем материале. Капитан полиции Александр Иванов более 7 лет работает в правоохранительных органах. Каждое утро на ответственную работу участкового полномоченного полиции провожают супруга и дети. С детских лет он с восхищением рассматривал милицейскую форму и верил, что когда-нибудь тоже будет ее носить. Он с детства видел себя защитником правопорядка и всегда считал, что это настоящая мужская профессия. С восхищением на отца смотрит и дочь Виктория, которая в будущем хочет стать как папа. Мой папа полицейский, я очень рада. И все мои докладчики знают, что он полицейский и он ловит преступников. Ежедневно перед началом смены в отделе происходит инструктаж. Руководителю доводят оперативную обстановку, информируют о происшествиях или преступлениях, которые совершены за сутки. Кто находится в розыске, об угнанном автотранспорте и другие. Исходя из этого строится дальнейший рабочий график служителей правопорядка. Обход участка, работа с заявлениями граждан, а также обход по квартир на лиц, находящихся на профилактическом учете. Участковый помощник полиции должен быть хорошим психологом. Должен знать нормативно-правовые акты, руководствоваться, применять в деле непосредственно как административно-административный кодекс Российской Федерации, так и семейные, гражданские, трудовые кодексы. Да, на самом деле у нас есть, и большинство сотрудников участковых, непосредственно у меня на административной зоне, очень большое количество. То есть с каждым участковым проводим подготовительную работу, помогаем, подсказываем. В основном участковые передвигаются пешком. Неотъемлемая часть рабочего дня полицейского – не только пресечение преступлений, но и их профилактика. Ежедневно проводятся разъяснительные беседы с пожилыми гражданами, раздают листовки, предупреждают о том, как не стать жертвой мошенников. Участкового уполномоченного полиции многие жители знают в лицо. Доброжелательную всегда зайдет, спросит, как дела у нас, как у нас тихо, спокойно. Мы всегда рады только общению с Александром Андреевичем. Да, мы своего участкового знаем в лицо Александра Андреевича. Он профессионал своего дела. Так как у меня живет здесь мама на 8-м микрорайоне, я полностью доверяю ее спокойствию ему и отделу полиции. К сожалению, не всегда люди благожелательны и дружелюбны, говорит участковый. Часто бывает, что не идут на контакт, злятся, грубят. Но, несмотря на все это, Александр Иванов продолжает исполнять свои служебные обязанности. На территории нашей административной зоны находятся 6-й и 7-й микрорайоны, улица Клыково, 9-й микрорайон. Большую часть жителей данной территории знаем в лицо. Территория нашей административной зоны является спальной. Большее количество жителей города расположено непосредственно на территории нашей зоны обслуживания. Пятейные заведения также большая часть находится у нас на территории. В связи с чем, зачастую поступают сообщения, заявления о мелких хулиганствах, скандалах, в том числе семейных. Так как на бытовой почте, так и скандалы с соседями. Часто случается так, что смена включает все перечисленные плановые дела. Но в любой момент может произойти и форса-мажор. За такое непродолжительное время мы убедились, насколько сложна и интересна работа участкового, который и в будни, и в праздники остается на своем посту ради спокойствия и благополучия каждого жителя республики. Светлана Аджиева, Ачарубушаев, информационная программа «День республики». И последнее. В Сочи прошло первенство ЮФО по тэквондо в дисциплине ПХУМСЭ. Нашу республику представляли 12 спортсменов. Они показали достойную подготовку. В результате Руслан Самтонов, Анжела Андреева, Николай Абушаев стали чемпионами в разделе ПХУМСЭ. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите цифровое обещание канала УТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке Ростелекома и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова